Библейский портал экзегет.ру представляет Это видео записано для сайта экзегет.ру. Сейчас мы с вами рассмотрим содержание первой главы Соборного послания святого апостола Иакова. Иаков, раб Бога и Господа Иисуса Христа, «Девенадцати коленам, находящимся в рассеянии, радоваться». Нас не может не удивить, что апостол Иаков обращается не к церкви, как, например, вам уже видеть в посланиях апостола Павла, обращается к двенадцати коленам, находящимся в рассеянии. Фактически речь идет о диаспоре еврейского народа, которые расселены по разным странам, к которым обращается апостол Иаков. Но здесь нет ничего удивительного, поскольку послание апостола Иакова, оно характеризует, отражает определенный этап развития истории христианской церкви. Как мы с вами помним из книги «Деяния святых апостолов», что был период, когда христианство фактически не проповедовалось никому, кроме иудеев. И первая христианская община, которая начинает состоять не только из иудеев, но и из бывших язычников, эллинов, греков и представителей других народов, эта община появляется в городе Антиохия. Но если говорить все-таки о преобладающем количестве верующих христиан того времени, то, конечно, основная часть христианской общины, она была представлена иудеями, обродившимися в христианство. Именно эти люди были объектом особого попечения апостола Иакова. Апостол Иаков, автор этого послания, это тот самый Иаков, о котором мы читаем в книге «Деяния», который произносит слово на апостольском соборе в 51-го года, это тот апостол Иаков, слова которого лягут в основу постановления апостольского собора, это тот апостол Иаков, который будет советовать апостолу Павлу, который приехал в Иерусалим после третьего миссионерского путешествия, как-то показать явным образом, что он не является противником обычаев, которые дал Моисей. И из тех сведений, которые мы имеем об этом апостоле, нам известно, что он был первым архиереем, первым епископом города Иерусалима, и, конечно же, его проповедь была прежде всего среди так называемых обрезанных. И поэтому и его послание, конечно же, адресовано христианам, но апостол Иаков видел свою миссию как обращение ко Христу своих сродников по плоти, то есть прежде всего иудеев. И поэтому это послание он адресует, конечно же, ко всем христианам, но прежде всего к иудеям, которые уверовали во Христа или которые близко стоят на пороге принятия христианства, а может и к тем, кто еще не уверовал. Этим и объясняется именно такое необычное для апостольских посланий обращение апостола Иакова. Начинает апостол Иаков свои рассуждения с призывом радоваться, когда мы впадаем в те или иные искушения, потому что испытание вашей веры производит терпение, терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершены во всем без всякого недостатка. Но эти слова, сказанные в начале главы, они входят в некий диссонанс с тем, что апостол Иаков говорит позже. А именно, «Итак, в искушении никто не говори, что Бог меня искушает, потому что Бог не искушается злом и Сам не искушает никого, но каждый искушается, обольщаясь собственной похотью». Так как же все-таки относиться к искушениям? Что имеет в виду апостол Иаков? Все-таки блажен человек, который переносит искушение, потому что, быв испытан, он получит венец жизни, который обещал ему Господь? Или все-таки в искушении нельзя говорить, что Бог меня искушает, ибо не Бог источник искушений? Здесь мы с вами встречаемся, в общем-то, со знакомой ситуацией для священного писания, когда одни и те же слова, они в зависимости от контекста, в зависимости от мысли автора имеют разное значение, или в одном и том же понятии мы различаем разные грани, разные элементы этого понятия. Так было со словом «плоть», которое означает и человеческое тело, и ту плоть, которую воспринял на себя Спаситель, и одновременно плоть, как совокупность именно плотских греховных устремлений человека. Если в одном случае говорится о том, что Господь обитал в человеческой плоти, и сам Бог стал плотью, с другой стороны, апостол Павел говорит о том, что те, кто христовы, должны плоть свою распять со страстями и похотями. То же самое касается и значения слова «мир». Мир, как окружающий мир, сотворенный Богом, и мир, как, опять-таки, совокупность человеческого греха, неких секулярных, безбожных устремлений человека. Нечто подобное и происходит с понятием искушения. С одной стороны, искушение – это испытание. Возможно, это какие-то трудные обстоятельства жизни. Если говорить применительно к христианской истории, то, скорее всего, речь будет идти о гонениях. Но, с другой стороны, слово «искушение» может означать и некий греховный соблазн. И тут уж действительно прав апостол Лаков, что Господь грехом не искушает никого и сам не испытывает греха. И вот эту разницу в понимании искушения обязательно нужно учитывать. Если мы остановимся только на каком-то одном значении и не будем выяснять, что конкретно имел автор в виду в данный момент, то мы впадем в разные, скажем так, сложные ситуации и не сможем дать правильный ответ или правильно, адекватные, оценительные слова Священного Писания. Например, апостол Павел пишет о дьякона, что дьяконы пусть сначала искушаются, а потом служат. Но, само собой, понятно, что речь не идет о том, что дьякон должен сначала претерпеть греховные искушения, а потом начать служить Богу. Все-таки речь идет, скорее всего, об испытании его качеств как человека перед тем, как он возьмет на себя это служение. Дальше. Апостол Иаков просит нас, чтобы молились Богу без сомнения. Если у кого не достает мудрости, просит у Бога, дающего всем просто и без упреков. Но просит с верой, немало не сомневаясь, потому что сомневающийся подобен морской волне. Да не думает такой человек получить что-нибудь от Господа. Здесь мы тоже должны проявить целостное понимание текста и контекста послания. С одной стороны, можно показаться, что апостол Иаков говорит нам, не сомневаясь просить у Бога в молитве, чего бы мы не захотели. Но это не совсем так. Все-таки апостол Иаков дает понять, что Господь обязательно даст просимое, и молиться нужно без всякого сомнения Богу, лишь только в том случае, если мы у Бога просим того, что достойно самого Бога. А именно он здесь уточняет мудрости. Дальше, в следующих главах, апостол Иаков даст понять, что он подразумевает под мудростью. В конце третьей главы он даст определение мудрости и опишет ее свойства. И немножечко забегая вперед, мы узнаем, что, оказывается, мудрость — это способность правильно поступать по заповедям Божьим и, прежде всего, поступать по любви и по милосердию. Поэтому, когда мы читаем эти строки апостола Иакова, мы должны понимать, да, что человек, который просит у Бога мудрости, а именно способности выполнить заповеди Божии, способность любить, способность сострадать, способность не держать зла, да, действительно, можно сказать без сомнения, что человек обязательно, рано или поздно, получит это просимое. Апостол Иаков не обходит стороной и различные острые темы своего времени, но не только своего времени. Конечно, это проблема бедности и богатства, проблема взаимоотношений богатых людей и бедных людей. И эта тема апостола Иакова, она раскрывается на протяжении всего послания. Апостол Иаков так или иначе возвращается к этой теме, но рассматриваясь с разных сторон. Вот, например, в первой главе апостол Иаков пишет, «Дохвалится брат, униженный высотой своей, а богатый унижением своим, потому что богатый приедет, как цвет на траве, восходит солнце, достает зной, и зноем иссушает траву. Так и увядает богатый в путях своих». Здесь мы видим достаточно понятные нам рассуждения апостола Иакова о тщетности богатства, о его внутренней пустоте, о том, что такое подлинная высота и настоящее унижение. Но во второй главе апостол Иаков несколько по-другому будет рассматривать эту тему. Он уже будет рассматривать с точки зрения взаимоотношения богатых и бедных внутри христианской общины. А в пятой главе вновь вернется к этой теме для того, чтобы уже обличить, и, в общем, с таким достаточно нелицеприятным словом обратиться напрямую к богатым и обличить их в тех или иных пороках. Прежде всего в том, сколько обид они часто наносят тем людям, за счет которых пытаются нажиться. Но об этом мы поговорим в соответствующее время. Сейчас мне только хочется настроить наших зрителей на то, что апостол Иаков несколько раз будет обращаться к этой теме, рассматривая ее в разных ракурсах. «Не обманывайтесь, братья мои, возлюбленные». О чем эти слова? К чему они относятся? К предыдущему стиху. «Пухоть зачав рождает грех, а сделанный грех рождает смерть». Эти слова являются заключительной мыслью к рассуждениям апостола Иакова о том, что Господь никого не искушает злом, но каждый искушается своим собственным внутренним злом. И продолжая эту тему, апостол Иаков выражает следующую мысль. «Всякое даяние доброе, всякий дар совершенный не сходит свыше от Отца Света, в котором нет изменения и даже тени перемены. Восхотев, родил он нас словом истины, чтобы нам быть некоторым начатком его созданий». Здесь мы встречаемся с достаточно немногочисленными догматическими рассуждениями апостола Иакова. Все-таки следует признать, что общий характер этого послания носит нравственный характер, носит характер нравственного наставления. Но некоторые элементы догматики, некоторые рассуждения о Боге, о свойствах Божьих, они здесь присутствуют. Во-первых, мысль о том, что Господь есть источник подлинного добра. И также мы здесь видим учение о неизменяемости Божией, о том, что Господь постоянен. Интересно то, что эти слова, а именно «Бог, у которого нет изменения и даже тени перемены», они вошли в нашу литургическую, православную литургическую традицию. Эти слова, они находятся в молитве святителя Василия Великого, которая читается в чине полуношницы. И эта же молитва когда-то перешла в состав утренних молитв. По-славянски это звучит так. «У него же не есть применение и приложение осенения». На самом деле, вот эта загадочная церковнославянская фраза, она взята из послания апостола Иакова и говорит о неизменяемости Божией. У Бога нет изменения и тени перемены. А в предыдущей строке «Всякое да и недоброе, и всякий дар совершенный не сходит свыше от Отца Светов» вошла в еще одну православную молитву, а именно во время литургии, а вернее, когда самое главное богослужение нашей церкви подходит к завершению, священник выходит царскими вратами и читает так называемую «заамвонную молитву». И вот в эту молитву вошли слова апостола Иакова, а именно, что «Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный не сходит свыше от Отца Светов». Поэтому, когда вы будете на богослужении, обратите внимание, что священник здесь цитирует именно слова святого апостола Иакова. Итак, продолжает свое рассуждение апостол Иаков, рассуждение уже о том, что человек должен не только все это слушать, что в том числе и он пишет, но и самое главное исполнять. Итак, братья и возлюбленные, всякий человек добудет скор наслышание и медленный на гнев, ибо гнев человека не творит правды Божией. Поэтому, отложив всякую нечистоту и остаток злобы, в кротости примите насаждаемое слово, могущее спасти ваши души, будучи. Исполните ли слово, а не слышите ли только, которые обманывают сами себя? Вот, оказывается, апостол Иаков открывает нам очень простую истину, может, которую мы понимали сами, но она здесь звучит совершенно по-особому, что гнев не может служить орудием правды Божией. Гнев человека, прежде всего, злоба не может содействовать делу Божьему. И апостол Иаков, сказав о том, что человек должен не только слушать слово Божье, но и исполнять, приводит несколько загадочный для нас пример. Ибо кто слушает слово и не исполняет, тот подобен человеку, рассматривающему природные черты лица своего в зеркале. Он посмотрел на себя, отошел и тотчас забыл, каков он. Вот интересно, что имеет в виду здесь апостол Иаков. Описана достаточно нереальная ситуация, когда человек подошел к зеркалу, посмотрел на себя, увидел, отошел и тут же забыл свой вид и свой образ. Но апостол Иаков, он сознательно использует примеры, и в своих примерах он часто использует моменты, как бы сознательно подводящие нас к выводу, что этого не может быть. Например, в пятой главе, обличая богатых, апостол Иаков говорит, «Ваше золото заржавело», хотя все мы знаем, что золото не ржавеет. Здесь человек, который подошел к зеркалу, тут же забыл, как он выглядит, хотя, в общем-то, большинство людей, даже подавляющее большинство людей, они прекрасно помнят свой образ, который отразился в зеркале. Поэтому здесь мы видим специальный такой риторический прием апостола Иакова, который хочет мысль, которую выражает, оттенить каким-то особым образом. Да, действительно, человек, который читает Священное Писание, прочитал его, согласился со всем, что там написано, отошел и не исполняет то, что написано в Священном Писании, он действительно похож на человека, который попадает в крайне нелепую ситуацию, который подошел, посмотрел на себя в зеркало, отошел и забыл свой внешний вид. И в данном случае, если продолжать как-то объяснять ряд этих образов, то, скорее всего, в данном случае под образом зеркала выступает именно Священное Писание. И человек, который смотрит Священное Писание, на самом деле он видит там свой образ, свой идеальный образ, тот образ, каковым он должен быть по замыслу Божию. И поэтому, если человек не исполняет написанное Священное Писание, он, в конце концов, отходит от образа Божия, от своего подлинного «я». Еще одно удивительное сочетание слов «закон свободы». Но ведь как закон связан со свободой? Ведь закон, он всегда так или иначе ограничивает свободу. И для того, чтобы понять мысль апостола Иакова, мы должны исходить из какого-то фундаментального христианского принципа, который заключается в том, что подлинная свобода – это быть святым. Да, действительно, человек, обладающий свободой, он иногда этот дар свободы употребляет себе во зло. Но такая свобода считается свободой ущербной, больной, хотя и реализует человеческое право на самоопределение. Но подлинная свобода – это свобода жить, жить вечно, жить в любви, жить с Богом, жить с другими людьми. Именно поэтому тот закон, который направляет нас к этому, он и считается законом подлинной и настоящей божественной свободы. «Если кто из вас думает, что он благочестив и не обуздывает своего языка, тот обольщает свое сердце у того пустое благочестие». Апостол Иаков здесь делает намек на тему, которую он раскроет в третьей главе – тему грехов человеческого языка и того зла, который может принести человеческий язык. Но сейчас он только наметил это, он только выразил мысль, что да, благочестие человека может быть абсолютно внешним, абсолютно виртуальным, абсолютно напускным, если он не способен обуздать своего языка. А что конкретно имеет в виду здесь апостол Иаков, об этом мы узнаем именно в третьей главе, несколько позже. «Чистое и непорочное благочестие перед Богом и Отцом есть то, чтобы презирать сирот и вдов в их скорбях и хранить себя неоскверненными от мира». Благочестие, по мысли апостола Иакова, равняется милосердии. И вот этот стих апостола Иакова, он является необходимым вступлением к теме второй главы, в которой он будет рассуждать о взаимоотношениях христиан внутри себя, внутри христианской общины и о соотношении веры и дел в жизни христианина. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!